БУЛАТ В древние времена оружие из БУЛАТа считалось самым наилучшим. БУЛАТ это особо прочный вид стали. Сегодня мы расскажем о современном оружии, носящем это гордое имя БУЛАТ. Это авто цвета хаки и ее ведущий Андрей Тегенев. Поехали! Специальный бронированный автомобиль БУЛАТ 6х6 это настоящий Мустанг. Именно с серийного грузовика КАМАЗ-5350 Мустанг 6х6 все и началось. Почему БУЛАТ взял многое от КАМАЗа? Главный конструктор БУЛАТа Дмитрий Митряев в свое время работал конструктором на КАМАЗе. Он использовал для создания нового бронированного автомобиля агрегаты и узлы с военного грузовика КАМАЗ-5350, который начал выпускаться серийно с 1980 года КАМСким автомобильным заводом. Это огромный 15-тонный грузовик-внедорожник. Он предназначался и для перевозки грузов до 6 тонн, и для перемещения личного состава, монтажа вооружения и военной техники, мог послужить хорошим буксиром и хорошо передвигался по любому типу местности. Главный изъян состоял в том, что даже при сильном желании забронировать можно было только кабину водителя. В БУЛАТе все по-другому. Ценность человеческой жизни на первом месте, ведь это военный бронированный автомобиль. Своим появлением он обязан корпорации защиты из города Фрязино, Московской области, которая известна своими бронированными машинами «Скорпион» и бронированием автомобилей гражданского сектора. Первый образец БУЛАТа был произведен в конце 2011 года. БУЛАТ предназначен для перевозки и защиты личного состава, а также для монтажа различного вооружения или оборудования, пригоден к эксплуатации по дорогам всех категорий в любых климатических условиях, в диапазоне температур от минус 45 до плюс 50. Бронеавтомобиль соответствует требованиям Министерства обороны Российской Федерации к автомобилям данного класса. Мощь этой машины поражает. Пришло время познакомиться с ней поближе. А поможет нам в этом Михаил Судариков, руководитель конструкторского отдела Корпорации защита. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что из себя представляет эта машина, что это за конструкция. БУЛАТ – это специально бронированный автомобиль, предназначенный для использования на дорогах общего пользования. Представляет с тобой автомобиль, капотные компоновки, двигатель расположен спереди. Обеспечивает защиту по периметру, по шестому классу, по внутреннему нашему российскому ГОСТу. В том числе имеет противоминную стойкость. Автомобиль создан на базе узлов и агрегатов серийных автомобилей «КамАЗ». Имеет три оси, шесть колес, полный привод. То есть у него достаточно большая хорошая проходимость. В том числе все технические характеристики тоже базового автомобиля. «КамАЗа». Да. Ну, в некоторых местах, конечно, они улучшены, увеличены. Специальный бронированный автомобиль «Булат» бронирован по ГОСТ Р-509-63-96. Периметр салона – класс 6. Пуля с термоупрочненным сердечником калибра 7,62. Винтовка СВД. Крыша и днище – класс 3. Моторный отсек – класс 5. В окнах используется бронестеклозащитное многослойное СЗМ. По словам создателей, V-образное днище бронекапсулы десантного отделения, служащее для размещения личного состава и экипажа, способно выдержать подрыв на мини весом 4 килограмма в картиловом эквиваленте благодаря многослойной конструкции, особой форме кузова и специальным креслом оригинальной конструкции, подвешенным к крыше салона. Но какой же двигатель у этого бронированного автомобиля? В зависимости от требований заказчикам, мы можем установить различные двигатели, начиная от двигателя 240 л.с. до 360. Но это тот же «КамАЗовский» двигатель стоит. Да, тот же самый. Стандартный. Михаил, давайте посмотрим, что там внутри. В базовую комплектацию «Булата» входят лебедка, аварийные эвакуационные люки, дополнительные механические запоры дверей, усиленные петли дверей, система видеонаблюдения, кондиционер, дополнительный отопитель, кронштейны для крепления оружия, комплект безопасности, огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки, буксировочный трос. В качестве дополнительных опций предусмотрены система спутниковой навигации «ГЛОНАСС-ГПС», тепло- и шумоизоляция, радиостанция, ФВУ, электромеханические запоры дверей, переговорное устройство «Автомобиль улицы», колесные вставки безопасности «Ранфлет», светосигнальное громкоговорящее устройство «СГУ», сигнализация, аудиосистема, светографическое оформление. Как вообще открывается капот в этой машине? Здесь какая-то специальная конструкция? Из-за того, что моторный отсек у нас бронированный, в том числе и сам капот, он имеет очень большую массу, поэтому вручную его никак не поднять. А как же быть тогда? Поэтому мы используем гидравлический насос, который также используется аналогично для откидывания кабины КАМАЗа и снятия запасного колеса. То есть он стоит штатно? Да. Это вот эта вот черная коробочка? Да. Понятно. Давайте попробуем? Давай. Так, что для этого необходимо? Для этого необходимо перевести рычаг согласно схеме в нижнее положение, тогда насос переключится в необходимое нам расположение. И, собственно, качаем насос. Это автоцвета хаки. Поработаем. Должен заметить, что делать это весело и приятно, но не очень легко. Причина такого усложненного доступа к сердцу автомобиля – это издержка повышенной безопасности. Двигатель автомобиля надежно спрятан под слоем брони, который поднять не так-то просто. Готово. Давайте посмотрим, что внутри. Необходимо сначала капот зафиксировать. Ага. Для этого здесь есть ограничитель открывания капота, который в самом крайнем положении фиксируется. И он исключает произвольное опускание капота, когда человек находится внутри. Автоцвета хаки за соблюдение правил техники безопасности. Сердце этого автомобиля перед нами. Практически все под рукой. Бачок, горловина для залива масла, щуп. В принципе, все под рукой. Все доступно и удобно. Михаил, расскажите, пожалуйста, есть какие-то нюансы двигателя именно для этой модели машины? Непосредственно на этом автомобиле установлен двигатель в 260 лошадиных сил. Имеет экологический класс третий. Это штатный серийный двигатель КамАЗовский. По условиям заказчика предполагалась установка штатного КамАЗовского двигателя или какие-то другие двигатели можно было устанавливать сюда? Нет, но это все зависит от желания заказчика. Какой непосредственно он двигатель хочет видеть на своем автомобиле? 240 лошадиных сил, 280, 260, до 360 можно поставить. Но только КамАЗовский? Мы используем КамАЗовский. А если заказчик захочет импортный? Вообще техническая возможность есть установить сюда? Ну, при небольшой переделке капотного пространства в моторном отсеке я думаю, что можно поставить. То есть, если вы хотите другой двигатель, делайте это на стадии заказа машины, а не после ее изготовления. Это автоцвета хаки, и мы продолжаем. Минпромторг заказал разработку технологии производства бронезащиты нового поколения на основе высокомолекулярного полиэтилена. Перспективный материал заменит стальную броню армейских БТР, спецавтомобилей «Тигр» и военных грузовиков. В чем же преимущество новой полимерной брони перед традиционной стальной? Бронематериал должен держать выстрел от крупнокалиберного пулемета, а также взрыв 8 килограммов тротила под дизойным транспортным средством. Новая броня не имеет права поддаваться пламени в течение 15 секунд, а также обязана противостоять весьма экзотическому оружию, боевому лазеру. Соответственно, устанавливать такую защиту предполагается на все виды боевых машин БТР, БМП, разведмашины, даже грузовики «КамАЗ» и «Урал». Одновременно с этим ноу-хау была создана так называемая керамическая броня нового поколения. Специальная керамика широко применялась и применяется в бронежилетах. Будучи значительно легче стали, она способна защитить бойца практически от всех пуль легкого стрелкового оружия. А последние образцы многослойной керамической защиты не пробиваются и крупнокалиберными пулями. По словам специалистов, керамическая броня нового поколения уверенно держит удар даже 30-ти миллиметровых снарядов и подрыв фугасом массы в несколько килограммов. Предполагается, что одним из первых военных автомобилей, на которых установят броню из российской керамики, станет семейство специальных машин «Тайфун». Михаил, расскажите, пожалуйста, броневая защита какова двигательного отсека? Моторный отсек имеет со всех сторон защиту по пятому классу. Пятый класс. Понятно. Достаточно надежная и емкость. При разработке СБА-60К2 «Булат» ставилась задача обеспечить защиту личного состава от наиболее распространенных и широко применяемых стрелковых боеприпасов, включая пули нормального калибра повышенной пробиваемости, осколочные гранаты подствольных и автоматических гранатометов и ручные гранаты. Усиление сварных швов корпуса обеспечено взаимным наложением броневых листов, проемов окон, броневыми накладками, дверей, орибрением и лабиринтами в стыках. Михаил, расскажите, пожалуйста, такая большая машина и такие маленькие фары. Предусмотрена установка какого-то дополнительного светового оборудования на этот автомобиль? То оборудование, которое сейчас установлено на автомобиле, оно полностью соответствует всем требованиям нормативов. И, в принципе, этого достаточно. Но по желанию мы можем также установить в передней части автомобиля прожекторы-искатели, специальную светоговорящую установку, а также необходимые приблизковые маячки. То есть, эту машину можно использовать в подразделениях полиции? В том числе, да. Универсальный автомобиль. А что вот это за разъем? А, это разъем для подключения внешнего пульта управления электрической лебедкой, которая расположена спереди автомобиля. Даже так? То есть, можно стоять и кнопочкой управлять? Полезная вещь. Михаил, расскажите, пожалуйста, почему, в отличие от стандартной камазовской схемы размещения мотора под кабиной, на данной модели двигатель вынесен вперед. Капотная компоновка обусловлена тем, чтобы вынести переднюю ось автомобиля за место водителя. При наезде на взрывное устройство передней ось автомобиля, чтобы... Взрывная волна пошла... Да, более безопасить водителя. Исключить попадание вторичных осколков или что-то такое внутри салона. Забота об экипаже один из основных критериев корпоративной защиты. Михаил, чем вызвана компоновка кузова вот такие скошенные бронелисты по бортам машины? При возможном наезде на какое-то взрывное устройство, чтобы взрывная волна не била ровно под корпус, по полу, а чтобы она как бы обтекала его. То есть это минеральное воздействие на сам автомобиль. И в том числе при круговом обзоре дополнительный угол, то есть угол не в ноль, дает более вероятный отскок пули, а не пробивание. Понятно. Какая-то защита бензобаков предусмотрена? Да, предусмотрена также защита бензобаков, также по пятому классу бензобаков и аккумуляторной батареи. То есть бензобаки у нас, я насколько понимаю, находятся вот в этом корпусе. Да. Мы попробуем с вашего разрешения открыть. Заливная горловина. Михаил, а насколько удобно заливать дизельное топливо? Воронка сюда не подойдет? Ну, здесь можно залить через специальную воронку, либо через шланг в полевых условиях. В полевых условиях шланг. Ну что ж, это автоцвета хаки, и мы находимся в полевых условиях, проводим тест-драйв автомобиля Булак. Продолжаем. Два топливных бака по 125 литров каждый размещены по бортам снаружи корпуса. Механическая коробка передач модели 152 с передним делителем обеспечивает 10 скоростей переднего и 2 заднего хода. Двигатель, узлы и агрегаты трансмиссии и ходовой части заимствованы от КАМАЗ 5350, 43118. Практически без изменений. Что значительно повысило ремонт на пригодность автомобиля. Скажите, пожалуйста, вот эта вентиляционная система для чего? Это кондиционер или для откачки прохождения газа? Да, это внешний внешний элемент системы кондиционирования. Он не защищен. Почему? Если вся машина бронирована. На самом деле, элементы системы кондиционирования не являются жизненно важными, поэтому не обязательно. Масса СБА-60К2 БУЛАТ, распределение нагрузки на оси, положение центра тяжести позволили ему сохранить все показатели материнского КАМАЗа по подвижности и устойчивости в движении. Штатная система регулирования давления в шинах обеспечивает сохранение проходимости на слабых грунтах, а наличие лебедки с тяговым усилием 7 тонн гарантирует самовытаскивание автомобиля и эвакуацию машин равной категории по массе. Автомобиль оборудован с системой подкачки, самого автомобиля вместе с экипажем и с зоной активных боевых действий. То есть, система подкачки позволяет автомобилю двигаться на расстоянии более 50 км. Какая система подвески у этого броневика? У автомобиля задняя подвеска и задние мосты также являются элементами серийных выпускаемых автомобилей КАМАЗ. Также просто установлены на корпус. То есть, здесь не рамная конструкция, а именно корпусная. Ну, насколько я вижу, это рессорная система. Рессорная система, да. Во время тест-драйва мы проверим, насколько она хорошо работает. Это автоцветохаки. Валентили, люки, бойницы, они тоже бронированные? Да. Бойницы имеют аналогичный класс защиты, как и сопрягаемые преграды. То есть, также обеспечивают шестой класс защиты. Понятно. Если попадет пулю, будет тот же самый результат. Да. А бронестекла? Бронестекла также имеют шестой класс защиты. Тоже шестой. Серьезная машина. Благодаря применению высокотехнологичных материалов и внедрению инновационных технологий удалось добиться снижения толщины, а значит, и такого важного параметра, как масса бронестекла. Современные бронестекла отличаются существенным набором полезных свойств и характеристик, например, улучшенная прозрачность, увеличенный коэффициент светопропускания, наличие влагостойкой бойницы, устойчивой к воздействию дегазирующих и дезинфицирующих растворов и имеющий увеличенный сектор обстрела, обогрев от обледенения, обогрев от запотевания, двойной электрообогрев, наличие бойницы и обогрева, беспроволочный обогрев, изменяемая прозрачность, герметизированный торец. Сегодня бронестекла могут выдерживать обстрел, даже будучи замороженными до минус 45 градусов Цельсия. Вот этот ящик, его предназначение, а сюда прячутся боеприпасы? Нет, боеприпасы здесь не прячутся, это специальные ящики для размещения дополнительного оборудования, различной аппаратуры, а также комплекты ЗИП. Мы можем открыть, посмотреть? Да, можем. Лопата, пила, топор, штатное оборудование. Так, а вот это у нас что? Это ящик для расположения ЗИПа. Комплект ЗИПа. Домкрат, монтажка, причем, должен обратить ваше внимание, все надежно по-военному закреплено. Данная компоновка автомобиля подразумевает в задней стенке наличие двух дверей расплошных, что увеличивает размеры проема дверного и позволяет более оперативно и свободно покидать машину во время боевых действий. Ну что ж, попробуем десантироваться внутрь. Это автоцвета хаки и мы находимся внутри Булата. Михаил, для чего здесь все предназначено? Ну, в данной компоновке у нас располагается шесть обзорных окон, два люка, также есть специальная установка под расположение на ней турели с пулеметом калибра 7,62-12,7. Также здесь расположены несколько сидений, сидений личного состава и нескольких операторов. Это сидения тоже разработка вашей корпорации или какие-то заказанные со стороны? Нет, данное сидение это наша инициативная разработка, по этим сидениям были проведены натурные испытания с использованием специальных приборов, фиксации нагрузок в момент подрыва. Так что они некоторые аналоги иностранные превосходят в несколько раз. А в чем их главный секрет? Они имеют внешний подвес независимо от пола, в том числе даже ноги в рабочем положении не располагаются на полу. А, то есть они ставятся на эту подножку? Они ставятся на подножку, чтобы в случае подрыва ноги не касались пола. И это снижает нагрузку на организм человека. Замечательное кресло. С внутренней стороны брони может крепиться противопульный и противоосколочный подбой. Маты из арамидной ткани. В целом по противопульной и противоосколочной защите СБА-60К2 БУЛАТ заметно превосходит тот же БТР-80. СБА-60К2 БУЛАТ обеспечивает защиту перевозимого личного состава при подрыве заряда взрывчатого вещества всего до 2 кг в тротиловом эквиваленте, что соответствует противопехотной или противотранспортной мине под любым колесом и 1 кг под днищем. Кроме того, от взрыва ручной гранаты типа Р-1 или РГТ-5 на крыше. В крыше корпуса выполнены аварийно-вентиляционные люки. Стоит отметить, что во втором экземпляре БУЛАТа число верхних люков уменьшили с 8 до 6, число окон десантного отделения с 4 на борт до 3. Кроме того, приподняли крышку десантного отделения. Стрельба из индивидуального оружия десанта возможна как через бойницы, амбразуры, открытого типа в стеклах бортовых окон и в кормовых дверях, так и через верхние люки. При этом откинутые крышки люков играют роль бронесчетов. Через эти люки можно вести огонь? Да, они имеют непосредственно откидываться назад, а передние люки раньше были расположены, они откидывались вперед, то есть экипаж, который ведет огонь, был защищен бронесчетой? Да, с двух сторон. Понятно. А если люки закрыты, можно изнутри вести огонь? Да, здесь предусмотрены конструкции 8 бойниц, которые имеют ручки, Вы говорите сейчас о них, да? Да. В передней части обитаемого объема располагаются водители-командир. За ними вдоль бортов на амортизационных креслах со сходными сидениями размещаются 8 полностью экипированных бойцов. Между креслами смонтированы крепления для индивидуального оружия. Внутренний обитаемый объем оставляет еще место для размещения имущества и боеприпасов. Приподнятая на втором экземпляре крыша десантного отделения сделала более удобным размещение бойцов и их перемещение внутри машины. Получился своего рода бронированный автобус. В обводы кормовой части корпуса вписаны ящики для ЗИПа. Существенно, что цельное лобовое стекло и окна в дверях обеспечивают водителю бронированного автомобиля практически такой же обзор, как и в обычном грузовом автомобиле капотной схемы. Лобовое стекло снабжено электрообогревом. Внешние световые приборы оснащены светомаскировочными устройствами. Имеется система светомаскировки, выключающая внутреннее освещение при открытых дверях и люках. Рабочее место оператора в дистанционно управляемом модуле. То есть можно находиться здесь внутри за броней, а боевая установка, которая крепится на крыше, будет вести огонь по противнику. Без участия человека. Достаточно удобно. Пришло время перейти за руль. На передней панели расположены все органы управления и системы жизнеобеспечения для удобства включения водителя. Передняя панель взята уже с известного нам КАМАЗа. Ну, насколько я вижу, здесь стандартная КАМАЗовская приборная панель находится. Переключение топливных баков, подогрев топлива в зимнее время, очевидно, да? Масса, зажигание, переключение передач, ручной тормоз. Все как в штатном автомобиле? Все как в штатном автомобиле. Ну что ж, попробуем проехать? Давайте попробуем. Это авто Цветы Хаки и мы начинаем тест-драйв броневика БЛАД. Попробуем еще раз переключиться на вторую передачу. Да, это не легковая машина. Это грузовик БЛАД. Какова максимальная скорость в этой машине? Кажется, что там в штатном автомобиле 95,5 часа. Это пушистая. Двигатель внутри БЛАД грохочет так, что ничего не слышно. Но отсутствие звукоизоляции сказывается таким образом не на всех представителях авто Цвета Хаки. В бронированном автомобиле ТИГР или бронетранспортере 82А слышимость значительно лучше. У нас даже швыли на себя чувствуешь швыли у этого автомобиля. Оп. С тормозами надо поаккуратнее, немножко заносить. Ресурная подвеска чувствуется. Управлять автомобилем БЛАД трудно. Наверное, поэтому в его конструкцию заложена возможность установки автоматической коробки передач. Однако ее наличие не исключает сложности, которые могут возникнуть приеме неисправности во время ведения боевых действий. Несмотря на то, что БЛАД позаимствовал многое от КАМАЗа, нашему ведущему было физически непросто управлять этой машиной. «БЛАД» Что ж такое? Да, так просто этой машиной управлять не получается. Необходима определенная сноровка. Но в целом я должен заметить, что это мощная боевая машина. Это кого ее предназначение? Какое ее ждут в армии? Это авто «Святокаги». Продолжаем. Бронированный автомобиль «БУЛАД» используется сейчас для полицейского спецназа экипажем 10-12 человек. Он пригоден для эксплуатации на всех видах дорог и пересеченной местности в любых климатических условиях от минус 45 до 50 градусов Цельсия. Первые образцы броневика прошли испытания на Кавказе и уже получили положительные отклики полицейских. Знакомство с «Булатом» состоялось. Надеюсь, вы убедились в прочности, надежности и нереальной проходимости этой машины. Это было авто «Цвета Хэки» и ее ведущий Андрей Тегенев. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok